Это будет так, как с промптом. Кисти в сторону, палитру тоже. Акриловая краска отправляется на холст прямо из стакана. Все само смешается, говорит Яна Кольцова. Правила художественной школы, которую она закончила несколько лет назад, но уроки хулиганского рисования не действуют. Смыслом свой рукотворный хаос девушка не наделяет. Для нее это арт-терапия. Я воспринимаю все цвета одинаково. Ну, то есть, конечно, какие-то цвета могут выразить настроение скорее для людей, которые смотрят на картину, а для художника не всегда. Так просто вот сегодня мы ограничены этими цветами. Я не думаю, что тут 10 человек в депрессии. Процесс на самом деле быстрый, уже с конкретно баллончиком, когда рисуешь. Больше подготавливаешь. В ряды неформальных творцов затесался и уличный художник с 11-летним стажем Павел. В таких условиях он выражает себя впервые. Вместо стены холст, времени 20 минут и только два цвета краски. Повод показать себя с другой стороны. Современное искусство, пост-граффити какой-то, художник уличной волны, он уже подвергается такой критике. То есть, вот ты рисовал там все время шрифты, а сейчас что-то там другое начал рисовать. То есть, ну, недопонимание внутри субкультуры идет, но ты видишь, что другим людям это становится интереснее. Ирине Григорьевой она пришла сюда на экскурсию. Было интересно. Скучных мероприятий она вообще старается избегать. Не ошиблась и в этот раз. Еще и прихватила с собой дочь и ее подругу. Они перевоплотились в художниц. Она – выскателя необычных объектов. Это люди, которые рисуют. Если я их встречу на улице города, я не подумаю, что они способны нарисовать человека, который сам себя взад целует. Ну, вот сейчас вот вижу. Необычное черно-белое действие поймет не каждый. Но случайных людей здесь и нет, говорят художники. Для увязших по уши в творчестве новые форматы взаимодействия – это вдохновляющая свобода, новые знакомства и проекты. Александра Боровикова, Дмитрий Тарасов. Программа «Город».